Ну привет, дорогой зритель! В эфире Первого городского «Вятка Тудэй» Как новости, только душевнее В студии Роман Корниев И вот что сегодня мы для вас приготовили Найдено место, где можно отточить свои навыки Спуска с горки Чем заняться в грядущие выходные Варианты Антона Данченко Если еще и дырочки зажимать, то получится мелодия И вместе с кировчанами поверим в примету И послушаем воду Слышно? Нет Многие кировчане любят жаловаться где-нибудь в марте Дескать, зима прошла, а с горок-то мы не накатались И не отточили свои навыки правильного спуска по наклонным поверхностям Друзья, в нашем городе обнаружено место, Олей Бакиной, где можно отточить свои технические навыки Где можно вдоволь покататься и заодно еще и поругаться На перекрестке улиц Карла Маркса и Розы Люксембург вообще-то есть лестница Но все местные жители предпочитают обходить ее стороной, идя по этой дорожке Почему? Давайте посмотрим сами Вы тоже по лестнице не рискуете, да? Боюсь, да, боюсь, боюсь Да, конечно Подскользнуться на поясницу Сядешь, плохо будет Посмотрите, какие лестницы нечищенные Я же могу подскользнуться и упасть Давайте я вам помогу Не переживай С Новым годом, родные, приступающие По тропке вот по этой наобходить Так, ну-ка расскажите нам Расскажите, расскажите Почему по тропке? Удобнее Удобнее, да? Да Тут опасно? Извините, я вот лет пять назад вот на это голову пробил Да, и вы не спешите, ладно? Как поднялись? Поднялся это нормально Ну? Башку бы кому-то за это вообще за эту улицу оторвать Почему не по лестнице? Вот пройдитесь сами и узнаете Тут невозможно идти, можно упасть, развалиться, расподкатиться очень сильно Дедушки и бабушки ходят с палочками Вот попробуйте тут, очень плохо ходить Я думал, вы туда идти собираетесь? А я хотела Вот, не по лестнице можно упасть Не стоит? Конечно не стоит, лучше вот уверенно идти здесь Вы сразу такой вопрос задаете, очень сложный Не новогодний Давайте тогда с вами новогоднюю песню какую-нибудь споем Не дойду я до дома Тут лесенка, тут дорожка Вы выбираете, видимо, дорожку Да, так потому что по лесенке ходить неудобно А пройди сама, я погляжу Давайте предположим, а каким образом все-таки можно спуститься с этой лестницы Итак, способ номер один Экстремальный для торопыжек Способ номер два Для нерешительных Ой Способ номер три А, вот это экстремальный Я считаю, надо почистить просто Или хотя бы на худой конец песочком посыпать Совет про человека с лопатой Показался нам самым дельным Оля Багина специально для Вятка Тудей И вы берите лопаты и выходите Чем заняться в грядущие выходные? Ну не на диване же лежать Для нашей редакции этот вопрос не стоит Антон Данченко выбрал три классных мероприятия Которые стоит посетить Рубрика выбор редакции Дома скучно, а на улице слишком холодно Выбор редакции поможет определиться Куда пойти на этих выходных 14 декабря, библиотека имени Герцина Красота из лоскутов Квиллфест 55+, время творить А позже вечером можно будет также посетить другие праздники 66+, время вязать 77+, время ехать рано утром в автобусе непонятно куда И 88+, время говорить, что вся молодежь нарком... Идея праздника показать достижения в искусстве лоскутного шитья Ну а также познакомить с тенденциями и стилевыми направлениями Да-да, если кто-то не знал, то лоскутное шитье это очень модно Там еще и направление есть Ну а в завершении праздника состоится лоскутный карнавал в сопровождении фольклорного коллектива Но необходимо пройти регистрацию На входе нужно будет показать, насколько ты лоскутных дел мастер Нью-Йорк-кафе бамбуковая флейта Интуитивное обучение игре Ну и немножко стоит рассказать об этой встрече Во-первых, быстрое обучение игре на бамбуковых флейтах Здравствуйте, вот вам флейты, в них нужно дуть, и тогда будет звук А если еще и дырочки зажимать, то получится мелодия Два, интуитивная игра Ну, видимо, это для тех, кому инструментов не хватит Представьте, что в руках у вас флейта Да что вы делаете? Переверните ее, дуйте в другую сторону Ну, а также глубокое дыхание при извлечении звука Ну, а в завершении выходных можно будет посетить интересную лекцию Типичные ошибки садоводов на огороде Начнем с того, что если вы что-то пытаетесь посадить в декабре Это уже небольшая ошибка На лекции разберут такие проблемы Я не... Кто это вообще придумал? Что не нравится помидорам и огурцам? Капусте да морковки на наших грядках Куда лучше посадить крыжовник? И считаются ли яблоки с дерева соседа твоими Если они растут уже на твоей территории? Это был выбор редакции Список самых интересных мероприятий на эти выходные Возможно, к началу следующей недели Я, наконец-таки, узнаю Откуда берутся семена морковки Женя, есть семена моркови? Это семена, да? Ее не сажают саженцами? А теперь совсем немного О домашних любимцах Потерялась собака породы хаски Кобель В Кирово-Чепецке район ГИБДД Было это 7 декабря Особые приметы Хаски длинношерстные, глаза голубые Откликается на имя Айс Он очень предан своему хозяину Если вы что-нибудь знаете об этой собаке Позвоните по телефону 8-919-515-94-77 За информацию о собаке Обещают вознаграждение Сегодня с удивлением выяснилось, что Антон Данченко верит в приметы Мало того, он еще их на практике умудряется применять Вот сегодня по народному календарю нужно воду слушать Антон взял и послушал воду вместе с прохожими 13 декабря отмечается Андреев день Сегодня утром люди шли к воде и слушали ее И именно по воде можно было определить, какой будет зима Ну, чтобы понять, как одеваться Я тоже решил сегодня послушать воду Сегодня отмечается Андреев день Такая примета Люди утром рано шли к воде и слушали ее Если вода тихая, то зима будет спокойной Если шумная, то будут метели и зима будет бурной Послушайте, какая там зима будет? Ничего не слышу Значит, что, спокойная? Наверное Я вот не могу никак определить, понять Тихая тут А у вас как? Шумит? Нет, не шумит Значит, будет тихо? Тихая Может, и позагорать можно будет? Можно позагорать Если бы тихая, лишь бы бойной не было Послушайте внимательно Слышно? Нет Ой, что-то булькан Это что, значит, метели? Не умею я расшифровывать Булькани воды Вот я никак не могу услышать Какая там будет зима Давай, тихая А вы подскажете, поможете? Я тоже думаю, тихая Я атеист Придерживаюсь логики, рациональности в жизни Я слушаю гидрометцентр, а не воду Все от вас зависит Если тихая, значит зима спокойная Шумная вода, значит, будут метели Музыка играет Это что значит? Это хорошо Зима какая будет? Хорошая Спасибо Я пошел тогда зажигать, тусить Пойдем? Пойдем Вы со мной пойдете? Пойду Все, пойдем И на сегодня это все, что мы для вас приготовили Завтра будет новый день И мы увидим новые сюжеты В студии был Роман Корнеев И это была Вятка Тудей Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова